Всем привет, дамы и господа! А перед началом сегодняшнего видео всех приглашаю в судебное заседание по рассмотрению протокола в отношении меня по статье 173 КУПАП «Мелкое хулиганство», который составил человек, называющий себя полицейским по фамилии Лукаш. Ну вот это вот, последние вот эти вот красавцы. Судебное заседание состоится 6 ноября, то есть уже на следующей неделе, в Дарницком районном суде города Киева, судья Прасалова, время 10 часов 40 минут утра. И это второе помещение, чтобы не перепутали, которое находится по адресу город Киев, улица Севастопольская, 7, дробь 13. Ну а теперь давайте видео смотреть. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Что это означает? Это, конечно, неправда. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok ДинаTorzok DimaTorzok DimaTorzok порядке рассмотрения дела об админправонарушении это только вот исключили необходимость составлять протокол для полицейских на месте и все то есть все остальное осталось как и было если мы откроем соответствующие статьи это у нас три основные статьи 278 279 и 280 купав мы там полностью прочитаем как происходит процедура рассмотрения дела об админправонарушении подготовка рассмотрения и обстоятельства которые необходимо установить в процессе еще есть статья 283 которая говорит о том что после рассмотрения дела соответствующие уполномоченное лицо либо орган выносят восстановление таким образом нет никакого сокращенного порядка рассмотрения дела это нужно просто запомнить себе раз и навсегда запомнить вот эти вот четыре статьи и каждому вот этому недоученному полицейскому коротко внятно и понятно объяснять что нет никакого сокращенного рассмотрения дела об админправонарушении вот так вот просто коротенькая шпаргалочка для вас пока а а а а а а а а а moms и и и а а и Продолжение следует...